Сейчас мы будем пробовать чеснок, после которого можно спокойно целоваться. Привет, меня зовут Олег Макаров, это блог Азия Мой Дом. Сейчас мы с вами едем за фруктами. До этого заедем в обменник, поменяем деньги, потому что баты у меня закончились. А на рынке нужна наличность. Если вы поселились в гостинице, вы можете поменять в гостинице. Курс очень плохой. Второй вариант поменять в официальном обменнике от банка. Курс, в принципе, нормальный, адекватный. Ну и третий вариант с самым лучшим курсом, это в туристическом месте, в туристическом обменнике. В этом обменнике у вас не попросят ни паспорт, никаких документов удостоверяющих личность. Поменяли деньги, я выбрал Бангкок Банк. Курс был 33 бата, 97 сатангов за 1 бат. Соответственно, мы за 100 долларов получили 3397 бат. Ну что ж, деньги поменяли? Поехали на рынок. Ну все правильно, как я вам и говорил, курс будет чуть-чуть выше. Получается 34 бата, 18 сатангов за 100 долларов. Рубль у нас, где еще наш российский флаг? Рубль. В общем, в туристическом месте, если вам надо поменять там долларов 100, берите с собой деньги, не ищите банк, приезжайте в туристическое место и меняйте. Товари краб! Давайте с вами посмотрим, что здесь есть. А, нам предлагают попробовать, нам предлагают попробовать местное яблоко. Вкусно? Действительно яблоко, но такое, легкое-легкое, вкусный, ярко выраженный. Маракуйя, великолепный запах, кстати, ароматизатор маракуйи добавляют практически везде. Это у нас мангустины, выглядит как чеснок. Кисло-сладкий, вкусный. Рамбутан, дрэгон-ай, глаз дракона, я дрэгон-фрут называю. Моя любимая папайя. Ну что ж, манга. Манга, кстати, есть разных сортов, есть зеленая манга, причем зеленая манга бывает разная. Бывает внутри желтая, сладкая, там, волокнистая или сладко-кислая. А бывает очень плотная, напоминает как яблоко. А эта манга классическая, желтая, к чему все привыкли. Очень сладкая, очень вкусная. Ну что ж, любимый дуриан, который приятно на любителей. Я ни разу его не пробовал. Не, ну если вы, дуриан вам нравится, его стоит попробовать, я тогда рискну своей жизнью. Смотрите, кстати, классная вещь. Есть охлажденные фрукты, маленькие, маленькие ананасики. Они очень сладкие, прямо безумно вкусные. Берите их. И есть классический ананас, сладко-кислый. В общем, вы когда идете с пляжа и хотите фруктов, не хотите их чистить, идите, смотрите, потому что очень часто продаются фрукты очищенные уже, охлажденные. Когда выбираете фрукты, вы скажите продавцу, для чего вам нужны фрукты? Либо вы домой хотите привезти, чтобы они дозрели там еще через 4-5 дней, либо вы хотите съесть сегодня. И он в зависимости от ваших целей и задач уже выберет вам фрукты по вкусу. Это кокосы. Великолепно утоляют жажду. А если вы еще голодны, вам могут их разрезать после того, как вы выпьете кокосовую воду, и вы можете съесть мякоть. То есть, соответственно, если вы голодный, уставший, вокруг ничего нет, вы заблудились где-то в глубинке в тайской, кокосы вас спасут. Да? Это такие маленькие ананасы, настоящие. А вот рядом у нас обычный классический ананас. Тут, кстати, на Пхукете есть плантация ананасов. Поэтому, если вам нужны ананасы на большую компанию, вы можете прямо съездить на плантацию, закупить их себе очень много. Давай. Какая прелесть. Освежает. Великолепно утоляет жажду. Слюбным образом все наши фрукты стали мытые, нарезанные и просто готовые, наконец-то, к поглощению. Давайте попробуем с ананасов. Вроде бы фрукта простой, везде встречается, но нам дали два типа ананаса. Сказали, что вот этот вот маленький будет приторно-сладкий, а этот сладко-кислый. Ммм. Реально сладкий. Прямо очень сладкий. Хочется сахара когда-то. Прямо чувствуете, что истощены. Надо подзарядиться энергией. Находите палатку вот с такими охлажденными, нарезанными еще, уже маленькими ананасиками. Вот. И берите смело. Свой уровень сахара восстановите мигом. Что ж, давайте попробуем обычный ананас. Пахнет, как вот в детстве были консервированные ананасы. Свежий вкус. Не приторно-сладкий. Легкая. Такой легкий намек на кислинку. Не вяжет, не вяжет рот. И очень приятный. Люблю оранжевый. Очень люблю два типа смузи. Это манговый и папайя. Мягкий плод. Достаточно сочный. Рецепт по рукам течить не будет. Даже не знаю, чем сравнить. Папайя, кстати, на любителей. Когда ее выбираете, реально попросите продавцов, чтобы они вам дали те фрукты. Например, если вы хотите сегодня, что они вам дали фрукты на сегодня. И то, если вы говорите, что я хочу съесть сейчас. Вот если вы говорите, что вы хотите съесть сейчас, они вам подберут тогда самые спелые фрукты, которые вот прямо надо есть вот здесь и сейчас. Либо скажите там, ну мне, чтобы там на вечер, чтобы они еще долежали до вечера. Теперь мы с вами переходим к королю здешних фруктов. Нет, это не дуриан. Это манго. Сочный. Нежный. Латкий. Без волокон, которые застревают в зубах. Просто тает во рту. Я не успеваю его даже почувствовать. Остается только после вкуса обалденное. А вот нам, кстати, нарезали зеленый манго. И он напоминает просто по виду яблоко. Попробуем, что это будет. Реально яблоко. Не, пахнет манго. Очень мягкое яблоко. Мне не нравится. Давай-ка наши волосатиков. Я, конечно, не любитель этого фрукта. Может, чтобы специально ехать его покупать. Но если в компании кто-то берет, ну, не вопрос, я не откажусь съесть парочку. Он, что-то приятный, нежный. Опять же, освежающий. Ну, что после, например, этого ананаса мне хочется пить. Я вот съедаю рамбутан. Ну, и мне прямо даже уже пить не хочется, потому что он достаточно сочный. Нет какого-то доминирующего вкуса, который бы просто забивал. Его можно как семечки использовать. Например, сели на пляж где-нибудь. Либо пляж надоел уже. Вечером завалились смотреть фильм. Либо книжку читать. Ну, лучше семечек. Кто-нибудь из вас пробовал этот фрукт? Напишите в комментариях внизу. Это глаз дракона. Dragon Eye. Dragon Fruit. Снаружи красный. Внутри он может быть белый. А может быть красный, как наша свекла. Если вы его, опять же, не послушаете продавца и возьмете, выберете сами, поплотнее, позеленее, то есть не обратитесь к специалисту, но он ему не понравится. И спелый, он тоже на любителя. Я его люблю. Мне он нравится в одном из блюд, когда он тушится вместе с чешкой. Прям такой сладенький. Сейчас мы будем пробовать чеснок, после которого можно спокойно целоваться. Шучу, это мангустин. А выглядит как чеснок. Твердая оболочка, которая легко ломается. И внутри прекрасный белый плод, который мягкий. И безумно вкусный. Очень спелый плод, нежный. Слегка где-то вдалеке есть кислинка. Если вам хочется попробовать чего-нибудь новенького, он реально свежает. В нем много витаминов. Смотрите, у нас тут два типа. Видите, какой покрасивее. И такой весь сморщенный. Так вот этот весь сморщенный, это спелый. Он будет слаще. А тот, который, видите, такой красивенький, он будет кислее. Это маракуйя. Еще называют пэшн фрут. Обожаю этот запах. Готов, чтобы он был везде и всегда. Очень часто пэшн фрут добавляют во всякие ароматизаторы, соки. Все, что связано с тропическим райом. То есть, если вы хотите попробовать на запах, если понять, как пахнет тропический рай, тропический рай пахнет маракуйя и манго. Такие косточки, небольшой желешки поддеваете. И потом ложечкой их аккуратненько вот так вот. А я говорил, спелый. Если хотите проснуться с утра, купите маракуйю. Не спелую. Проснетесь на раз. У нас осталось немного фруктов. Давайте сделаем фреш. Это будет ананас. Обязательно попайка. Даже не фреш, смузи это будет. Возьмем маракуйки. А, манго. Обязательно надо манго добавить. Смотрите, сколько дочистили. Сейчас для сладости еще добавим маленьких ананасиков, чтобы не добавлять сладкого сиропа. В общем, мы бы добавили ананасы. Сладкие. Чуть-чуть ананасов, которые с кислинкой. Обязательно папайо. Манго. Желтый, который сладкий. Витаминный взрыв готов. Давай. Мы с вами попробовали разные фрукты. Кстати, напишите, какой вам фрукт нравится. Когда вы приезжаете в Таиланд, оставляйте свои комментарии внизу. Мне интересно будет почитать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой блог. Меня зовут Олег Макаров. Блог Азия мой дом. Подписывайтесь на мой блог. Подписывайтесь на мой блог. Подписывайтесь на мой блог. Подписывайтесь на мой блог. Подписывайтесь на мой блог.